Здравствуйте! Купил процессорный кулер BeQuiet Dark Rock 4 в интернет-магазине Online Trade. Кулер поставляется в такой фирменной коробке. Указаны габариты, размеры, для чего он подходит с обратной стороны. Спереди указан общий вид, как выглядит кулер. Открываем коробку и сразу видим вентилятор, который будет устанавливаться на радиатор. Вентилятор поставляется в такой коробочке отдельной. Сам из себя вентилятор имеет строгий дизайн, очень красивый. С фирменным логотипом BeQuiet. Это вентилятор марки Silent Wings 3. Имеет размеры 135 мм. 135 на 135 мм. И толщина у него всего лишь 22 мм. Вентилятор довольно-таки тихий. Шум его может достигать до 22 дБ. Подключается к материнской плате. При помощи 4-х пинового разъема. И управляется через ПВМ. Вентилятор имеет следующие характеристики. Потребляет ток 0,4 А. Максимальная частота вращения 1400 оборотов в минуту. Довольно-таки неплохой. Далее в коробке мы видим маленькую коробочку, которая выполнена в виде книжки. Слева в этой книжке располагается инструкция по установке. Разводитель положил их на разных языках. Они выполнены на разных языках. Ну и присутствует русский язык. Буклет имеет вот такой вид. С обратной стороны указаны комплектующие. В самом деклете находится инструкция по установке. Все очень просто. Ну и тут продолжение. Я считаю, все написано довольно-таки подробно и популярно. Доходчивым языком. во второй части книжки справа находятся в основном крепежные элементы. А именно четыре скобы для монтажа двух вентиляторов на радиатор. Второй вентилятор в комплекте не идет. Придется докупить. Производитель также положил пакетик с крепежными элементами и разделил их на два на две платформы. Это для процессоров AMD и для процессоров Intel. Если рассмотреть пакетик для процессоров AMD, то здесь идут у нас длинный AMD кронштейны. Вот они. И комплект винтов для монтажа. Что касается пакетика для Intel процессоров, то здесь идут просто кронштейны. Вот они крепежные. Сейчас покажу поближе. Вот. Кронштейны. Также идет площадка для установки на заднюю панель материнской платы. Реглой жесткости так называемой. И набор винтиков с гайками. Производитель положил термопасту. Должно ухватить на один раз, чтобы установить вентилятор. Так. Дальше он положил еще крепежный мост для кулера. выглядит он так. Крепится он при помощи винтов. Таких, которые идут в комплекте. Так. Ну и собственно сам радиатор. Радиатор у нас упакован. Вот радиатор. Он упакован в таком спиненном такой спиненой упаковке для того, чтобы он пришел к конечному пользователю радиатор в целостности и сохранности. Приятный бонус. Сбоку производитель положил отвертку фирменную Big White. Она магнитная. Довольно-таки хорошо намагничена. Два винтика просто хорошо держатся уверенно на ней. Спасибо производителю за такую длинную отвертку. Ну и сам радиатор. Радиатор у нас довольно-таки увесистый. Вес около килограмма. Высота порядка 160 миллиметров. На передней панели располагаются две такие прорезиненные полоски. Так называемые демпфирующие полоски для крепления вентилятора. к этой поверхности при помощи скоб. То есть можно установить вентилятор, который идет в комплекте на переднюю панель, а другой вентилятор устанавливается на заднюю панель с демпфирующими проставками. Его нужно докупить, как я говорю. В комплекте его нет. На лицевой панели мы видим фирменный логотип BeQuiet. Сам процессорный кулер радиатор состоит из шести тепловых трубок, которые очень красиво отформованы. Прилегающая поверхность защищена стикером. Качество полировки поверхности можно увидеть. Я бы сказал, что где-то на четверочку из пяти. Потому что видны следы помутнения. Ну и мутная поверхность. Сама поверхность ровная, без завалов. Тепловые трубки выполнены из меди, покрашены в черный цвет. Что же касается пластин радиатора, то они имеют сложную форму. Вот если присмотреться, видите, как выполнено. С такими прям пиками на задней поверхности есть тоже определенный рисунок. Производитель это сделал для того, чтобы оптимизировать аэродинамические потоки и снизить уровень шума при работе вентиляторов. Пластины сделаны из алюминия, покрашены в черный цвет. в целом неплохой вентилятор вместе с радиатором. Довольно таки неплохо. Я очень доволен покупкой. Рекомендую. Кстати, производитель еще говорит, что у этого радиатора заявленная мощность, которая может рассеять тепловая 200 ватт. Но на это похоже. Тут даже, кстати, заметьте, еще на этом дополнительном радиаторе есть еще на пластине есть ребрение, которое служит для дополнительного съема тепла. Спасибо большое магазину Lightrade. Всем спасибо. До свидания.